На пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Леен была избрана Европейским парламентом 16 июля 2019 года. Вскоре она стала одним из самых влиятельных деятелей в Брюсселе. Главе исполнительной власти пришлось руководить преодолением многочисленных кризисов, а в последнее время она подвергалась критике за ее флагманский проект – перевод союзной экономики на зеленые технологии. В марте 2020 года в ЕС возникла паника из-за нашествия коронавируса. Ответом Еврокомиссии стали совместные закупки вакцин и создание денежного фонда для восстановления экономики после пандемии. Обе инициативы приветствовались во всей Европе. Вскоре после того, как российский президент распорядился о полномасштабном вторжении в Украину в 2022 году, фон дер Леен отправилась в Киев и Бутчу, чтобы продемонстрировать поддержку Евросоюза. В последующие месяцы ЕС ввел новые санкции против России, разорвал с ней энергетическое сотрудничество, предоставил Киеву финансовую помощь и оружие и в конечном итоге открыл путь к членству Украины в Евросоюзе по воле ее граждан. На этом пути немке пришлось преодолеть стереотипы относительно восточные европейцев и сопротивление сторонников традиционной старой Европы. She is combining really a very good combination of personal, emotional and psychological, you know, appeal both to Ukrainians and to Europeans and also very clear practical vision of what is needed to be done for Ukraine. You know, all the statements about solidarity, about our support to Ukraine need to be, you know, supported by clear, you know, steps, clear measures and that is what Ursula von der Leyen really she is able to achieve. Критики говорят, что хотя фон дер Leyen демонстрировала приверженность зеленой сделке в первые годы своего мандата, затем этот энтузиазм угас под давлением крупного агропромышленного бизнеса. Ее Европейская народная партия выступала против законного восстановления природы, которой пришлось не вернуть много возделанных земель. Еврокомиссия смягчила требования о сокращении вредных выбросов и пошла на уступки протестующим фермерам. She has been giving in to this pressure substantially, which was quite disappointing, not just for me as a member of the parliament, but for big parts of society. Если фон дер Leyen будет избрана снова, она готова сосредоточиться на общей оборонной политике ЕС. Глава Еврокомиссии также намерена реформировать Союз, чтобы ему проще было расширяться за счет новых членов. Редактор субтитров А.Семкин